Зачем в Китае редактируют бойцовский клуб и бесплатно показывают фильмы про Бэтмена? И как там с независимыми СМИ? Давайте смотреть. Коммунистическая партия Китая находит все новые сферы жизни общества, которые можно взять под контроль. В прошлый раз мы рассказывали про проблему уйгурского меньшинства, специфический IT-сектор. А сейчас посмотрим, как Пекин разворачивает масштабную многомиллионную программу по пропаганде идеологии партии и регулированию в сфере развлечений. В последние несколько лет Китайская коммунистическая партия активно взялась за пропаганду. Разбогатевшие с помощью курса на рыночную экономику граждане Китая уже не демонстрируют былого единства с линией партии, зато стали все активнее потреблять западные товары, а также произведения западной культуры. Поэтому у властей Китая появилась новая задача — взять под контроль наиболее значимые для жителей страны сферы экономики. Прошлый год стала особенно плодотворным с этой точки зрения. Партия взяла под контроль китайские секторы IT и онлайн-образования. Но атакой на технологические компании компартия не ограничилась. Ведь прибыль индустрии развлечений в Китае в 2021 году составила примерно 357 миллиардов долларов, а к 2025-му вырастет до 437 миллиардов долларов. Неудивительно, что популярное шоу, фильмы и в целом досуг китайцев уже оказался в центре внимания властей. Посмотрите, это центры практики цивилизации новой эпохи, своеобразные китайские дома культуры и центры досуга. С 2018 года в КНР таких организаций было построено более 100 тысяч, с 2018 по 2021 год региональные власти Китая суммарно потратили на этот масштабный проект более 110 миллионов долларов. Программа центров весьма разнообразна, от уроков политинформации до всевозможных просветительских и развлекательных мероприятий. Например, в программу центров Гуанчжоу входят кулинарные мастер-классы по местной кантонской кухне и лекции о новейших технологиях в сфере беспилотников. В одном из шанхайских центров изучают роль города в ключевых исторических событиях Коммунистической партии Китая. И здесь же есть занятия йогой, пение акапелла, а также бесплатный показ боевика Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» 2008 года, который занесли в рубрику «Образование горожан». А теперь вернёмся к этим так называемым центрам практики цивилизации новой эпохи. К работе в них привлекли порядка 140 миллионов волонтёров. Они проводят уроки и мастер-классы, ездят по глухим районам, собирая фольклор, а также обучают деревенских жителей финансовой грамотности и оказывают услуги широкого профиля. На первый взгляд, это обычные досуговые центры, где можно научиться готовить, бесплатно посмотреть фильм, заняться йогой или разобраться, как работают современные технологии. Но мотивы властей, вкладывающих в эти центры такое количество ресурсов, довольно прозрачны. Главная задача центров — формировать новых граждан с новыми привычками, а также продвигать идеи председателя Си Цзиньпина о специфическом китайском социализме. Ведь богатеющие китайцы в целом всё меньше интересуются политикой, включая деятельность партии. С одной стороны, это признак стабильного общества, но с другой, не может не беспокоить власти. Чтобы вновь обрести влияние, партии используют популярные тренды как новый формат пропаганды. Также власти Китая разработали и другие механизмы, с помощью которых пытаются донести свою идеологию не только жителям страны, но и всему миру. Одним из таких методов стала редактура иностранных фильмов. В конце января 2022 культовый американский фильм 1999 года «Бойцовский клуб» был добавлен на популярную китайскую стриминговую платформу Tencent Video, но финал был заменен на более подходящий с точки зрения властей КНР. В оригинальной версии персонаж Эдварда Нортона убивает своего воображаемого альтер-эго Тайлера Дердена, организовавшего теракты в зданиях банков, после чего видят взрывы. В новой концовке взрывы зрителям не показали, зато перед титрами появилось сообщение о том, что полиция раскрыла заговор, арестовала преступников и отправила Дердена в психбольницу. Так, культовый фильм Дэвида Финчера, снятый по книге не менее культового писателя Чака Паланника, внезапно стал короче на 11 минут и закончился хэппи-эндом. Судя по всему, финал, где власти не побеждают и не наводят порядок, цензоры сочли неприемлемым для китайской аудитории. Изменение концовки фильма привело к всплеску недоумения в иностранных СМИ. Еще большее удивление вызвало то, что вскоре стриминговая платформа вернула оригинальную концовку Дэвида Финчера. Такая уступчивость для китайской цензуры скорее редкость. Правда, вырезанные сценки секса в фильм возвращать не стали. Конечно, «Бойцовский клуб» — не единственный иностранный фильм, который цензурируют китайские власти. Китай уже давно оказывает влияние на фильмы, причем не только внутри страны, но и по всему миру. И это неудивительно, ведь КНР — один из самых привлекательных рынков для иностранных фильмов. До 2020 года Китай занимал второе место по кассовым сборам после США и Канады. Однако в 2021-м Китай опередил США и вышел на первое место в мире по кассовым сборам. В последние годы крупные релизы зарабатывают больше денег в Китае, чем в Америке. В далеком 2013-м Си Цзиньпин заявил, что необходимо найти новые способы хорошо рассказать историю Китая. С тех пор, чтобы получить доступ на прибыльный китайский рынок, американским кинематографистам нужно избегать определенных тем, таких как секс, вопросы ЛГБТК+, преступность, насилие или изображение Китая, не соответствующее стандартам партии. Не пропускаются фильмы, которые могут стать угрозой национальной безопасности, нанести ущерб национальным интересам, а также нарушить территориальную целостность страны. Учитывая привлекательность китайского рынка, некоторые иностранные студии сами меняют фильмы, чтобы понравиться китайским регулирующим органам. В результате некоторые из самых известных голливудских фильмов существуют в нескольких вариантах – для мира и для Китая. Так, например, в фильме о Джеймсе Бонде «Скайфолл» 2012 года цензоры потребовали вырезать сцену, в которой убивают китайского охранника, а также упоминания о секс-работе и полицейских пытках. У Китая при этом очень сильная позиция, ведь его киноиндустрия на данном этапе достигла такого уровня, что легко может обойтись без продукции Голливуда. Большую часть сборов кинотеатры получают от проката китайских, а не иностранных фильмов. Поэтому сейчас западные продюсеры и режиссеры оказались больше заинтересованы в Китае, чем Китай в них. Власти Китая не только показывают своим гражданам правильное кино, но и усиливают контроль над частными медиа. В октябре 2021 года главный орган экономического планирования Китая, Государственный комитет по развитию и реформам, опубликовал черновик запрета на частные новостные СМИ. В нем говорится, что медиа, не контролируемые государством, не могут собирать и распространять новости на территории Китая. Под запретами частные инвестиции в информационные агентства, включая СМИ, издательства и вещательные компании. Поэтому в Китае в скором времени могут остаться лишь государственные СМИ. Клуб иностранных корреспондентов Китая, которое власти считают нелегальной организацией, на основе своего исследования выпустил отчет, согласно которому свобода прессы в Китае уменьшается с головокружительной скоростью. Ну и, конечно, контроль IT-сектора. Еще в далеком 2014 году в Пекине стали внимательно следить за воздействием американских санкций на Россию, поэтому когда в 2017 году первые широкомасштабные торговые санкции США ударили по экономике Китая, она была к ним неплохо подготовлена. И хотя американские санкции, лишившие ведущие китайские компании возможности закупать или производить на импортированном оборудовании чипы и другие компоненты для IT-продукции, показали неприемлемый для Пекина уровень зависимости от западных стран в сфере высоких технологий, выводы и ответные ходы Пекин сделал. Боясь отстать от США на ключевых направлениях, 5G, искусственный интеллект, квантовые вычисления, Пекин требует от национальных технологических компаний, чтобы они действовали как единая команда. Фактически, речь идет о воспитательных мерах, призванных сплотить бизнес под знаменами власти. В чем проявляется воспитательный эффект? Например, в давлении на крупнейшие компании, которые собирались провести IPO. Примерно год назад владелец TikTok-компании ByteDance отложила планы по выходу на биржу на неопределенный срок, после доверительного общения с представителями Народного банка Китая. Ранее с аналогичными трудностями столкнулась эндгрупп Джека Ма, владеющая крупнейшей цифровой платформой Китая по проведению платежей Alipay и обслуживающая около миллиарда пользователей только в Китае. В октябре 2020 года власти вынудили компанию отказаться от проведения самого большого в мировой истории IPO, а также оштрафовали ее на 2,8 миллиарда долларов за противоправную деятельность. Без указаний деталей. А компания DD Group, основной китайский агрегатор такси и каршеринга, сразу после выхода на IPO, стала объектом критики со стороны регулятора, и приложения компании выпилили из смартфонов пользователей в Китае. Запреты на проведение IPO продиктованы стремлением властей не допустить манипулирования котировками ценных бумаг, что способно дестабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Плюс, начиная с весны прошлого года, китайское антимонопольное ведомство концентрирует свое внимание на десятках IT-компаний, занимающихся хранением данных. Им предписано провести внутренние проверки и исправить деловые практики, ограничивающие конкуренцию. А главное, ужесточить правила работы с персональными данными пользователей, чтобы не допустить их утечки за рубеж. В Пекине считают, что доступ американских компаний к информации о поведении и привычках китайских пользователей создает политические риски. США получат возможность глубже понимать внутриполитические процессы в Китае, прогнозировать конкретные шаги властей внутри страны и за ее пределами. И как вишенка на торте, еще в июне 2017 года был принят беспрецедентный для мировой практики закон о национальной разведке. Он обязует всех граждан и компаний Китая сотрудничать с институтами разведывательного сообщества в деле защиты суверенитета и национальных интересов государства. Вот еще один красноречивый штрих. Весной 2022 года в ответ на новую вспышку заболеваемости власти предприняли меры, которые во всем мире признают беспрецедентными по своей жесткости. В Шанхае одного факта положительного результата ПЦР-теста достаточно, чтобы отобрать у матери двухлетнего ребенка или умертвить домашних животных. Это называют политикой нулевой терпимости. Разлученные с детьми родители по несколько дней не могут добиться информации о том, что с ними. Людям запечатывают двери квартир, чтобы они не нарушали режим изоляции. Еду им доставляют курьеры, но они просто не успевают справляться с потоком заказов. В итоге сидящие в заперти жители кричат из окон. И дело часто даже не в том, что они возмущены, а в том, что они голодают. И некоторые вот так ловят рыбку с помощью дрона. Такая вот она, китайская власть. Подмяла под себя национальных IT-гигантов, окружила обычных граждан вниманием и заботой со всех сторон, оберегает их от лишней информации, выбирая подходящие фильмы и обучая финансовой грамотности. А в случае чего, может и в квартире запереть. Как считаете, насколько эти методы действенны и полезны? Хотели бы так жить? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А на сегодня у нас всё, до встречи в следующих выпусках.